Если глянем мы сейчас список, этот список величайших открытий последнего десятилетия, на которые мы потратили баснословные суммы, что мы увидим? Ферромагнитная жидкость. Где она? Квантовая телепортация для идиотов, для дебилов американцев, которые сидят в Бруклине и хотят там поехать в Таиланд. Вот, прекрасно. Давайте за эту идею, какую-то глупую совершенно бредовую идею мы тратим и тратим и тратим деньги. Пояс Копиера. Серьезно? Т-кварк? Реально? Темная энергия? Она открыта? Или это все-таки теория? Преломление метаматериалов. Т-нетрино. Кварк-глюконий. Звездные потоки. Бозон Хиггинса. Ребята, я говорю об очень простых вещах. О прикладной науке, о решении простых пяти проблем человека. Чистая вода, нормальное питание, хорошее жилье, мир и здоровый сон. Что происходит? Почему происходит? Смотри, на твоих глазах двое мошенников. Религия, наука постоянно ссорятся между собой. Они какие-то гей-пара, которые обвинят. Ты безбожник, а вы идиоты православия головного мозга. А вы атеисты. Что это такое вообще? Это же цирк. Неужели ты не видишь вообще, что перед тобой просто смешной развод? Папа Римский сейчас признал правильную теорию большого взрыва. Правда? Теорию? Это же теория просто, дружище. Ничего не меняется. Точно так же, как гуру в религии, точно так же, как гуру в йоге, точно так же, как гуру из науки, забрасывают тебе в голову бесконечные, бесконечные понятия, совершенно не связанные между собой. Рентген излучения, квантовые телепортации, большой взрыв. И в голове у тебя создается вот этот вот самый тетрис, о котором мы говорили. Понимаешь, не существующий. Поэтому, дружище, пожалуйста, перестань себя тешить надеждой. Науки не существует. В последние 60 лет наука отсутствует. Вокруг тебя продавцы. Ты лох-покупатель. Хорю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»